здравствуйте дорогие друзья вы на канале у Светланы Лоди сад кабачки назрели в сарае их лежит очень много девочки мои невестки уже сделали кабачковую икру а я от них отстаю поэтому решила сегодня сделать кабачковую икру буду делать эту икру с майонезом и томатным томатной пастой будем говорить ну вроде как все люди знают как делать кабачковую икру но вдруг новички на моем канале встретятся и всегда вопросы задают по моим заготовкам может быть кому интересен мой рецепт ну здесь что нужно я рецепт весь напишу под видео делаю я его из половиной дозы вот мне такая тоже старенькая старенькая бумажка тут на 6 килограмм кабачков а я сделаю на 3 килограмма кабачков но соответственно вам напишу на 6 килограммов кабачков как это заявлено в рецепте что сейчас нужно на первом плане почистить кабачки нарезать и пропустить через мясорубку морковь тоже почистить пропустить через мясорубку а вот лук мелко мелко режу кубиком и обжариваю сначала буду делать это все я мультиварки мне так удобнее здесь ничего не пригорает не надо столько мешать как кастрюле вот сейчас я сделаю первое приготовление и вам покажу для этого рецепта нам нужно будет еще соль сахар немножко чесночка майонез и томатная паста и так обжаривается лучок он должен быть обжарен вот до такого золотистого цвета не пережали но и не будет бредным вот этот лук потом есть растворится в икре но вот запах жареного лука будет присутствовать очень и улучшать в общем-то и сейчас все овощи которые я подготовила пропущу через мясорубку и добавлю к обжаренному луку и так когда вот обжарился лучок на той норме масло растительного которое заявлено я вот все что пропустил чисел через мясорубку все это соединила хорошо размешала и это будет тушиться полтора часа крышка я закрою но кабачковая икра имеет такую тенденцию как пригорать хотя здесь антипригарное покрытие почему я и готовлю вот в мультиварке что все таки возможность пригорания будет минимальная ну изредка буду открывать крышку помешивать и так полтора часа тушим но сейчас еще я добавлю только соль сахар и перец все остальные продукты то то есть томатную пасту майонез и чесночок буду добавлять потом покажу вам и расскажу итак добавляем соль сахар перец и тушим полтора часа ну и так икра провалилась у меня час сорок и вот сейчас в икру я добавила стакан майонеза ну на 3 килограмма стакан майонеза и стакан томатной пасты вот сюда и вид у нее от майонеза получается такой очень какой-то вот может некрасивый на вид но очень вкусный и нежный сейчас еще проварю 10 минут потом положу вот очищенный чеснок ну это по вкусу я вот столько через пресс его пропущу и как только после того как положу чеснок проварю еще пять минут и все разложу по стерилизованным баночкам такой крышечкой покажу конечный результат видите как хорошо готовить мультиварки что здесь процессов пригорания вообще никаких никогда нет а когда бы варить ее на плите то конечно чаще всего она пригорает и сейчас вот крышкой закрывать уже не буду пусть лишняя влага тут 20 минут выпариться еще и станет такая консистенция однородная по вкусу я уже попробовала очень вкусная написано в рецепте соль по вкусу поэтому никогда не пробуйте горячее возьмите на ложечку остынет и тогда попробуйте хватает ли вам соли или нет вот такого красивого цвета получается эта икра вот настоящая как в магазине вот видите какая яркая сейчас разложу по баночкам закрою крышечками покажу результат сколько получилось икры с половиной дозы рецепта который я дам в описании и так получилось вот шесть пол литровых баночек икры с половиной дозы рецепта хотя это вчерашний мой результат деятельности по огурцам не кто-то написал что даете рецепта делаете ли сами вот показываю да делаю я даю только те рецепты которые проверены временем и которые я делаю а не то что я прочитала в интернете и делаю это так маленькая ремарка так что вкусные вам кабачковые икры кому нравится мой рецепт делайте и кушайте с удовольствием всего всем доброго